На 303-й версте общество вышло из вагонов, и длинной пестрой вереницей потянулось мимо сторожевой будки по узкой дорожке, спускающейся в бешеную балку. Еще издали на разгоряченные лица пахнуло свежестью и запахом осеннего леса. Дорожка, становясь все круче, исчезала в густых кустах орешника и дикой жимлости, которые сплелись над ней сплошным темным сводом. Под ногами уже шелестели желтые сухие, скоробившиеся листья. Вдали сквозь густую сеть чаще олела вечерняя заря. Кусты окончились. Перед глазами гостей неожиданно открылась окруженная лесом широкая площадка, утрамбованная и усыпанная мелким песком. На одном ее конце стоял восьмигранный павильон, весь разукрашенный флагами и зеленью. На другом — крытая эстрада для музыкантов. Едва только первые пары показались исчаще, как военный оркестр грянул с эстрады в веселый марш. Резвые, красивые, медные звуки игриво понеслись по лесу, звонко отражаясь от деревьев и сливаясь где-то далеко в другой оркестр, который, казалось, то перегонял первый, то отставал от него. В восьмигранном павильоне вокруг столов, расставленных покоем и уже покрытых новыми белыми скатертями, суетилась прислуга, гремя посудой. Как только музыканты кончили марш, все приглашенные на пикник разразились дружными аплодисментами. Они были в самом деле изумлены, потому что не далее, как две недели тому назад, эта площадка представляла собой косогор, усеянный редкими кустами. Оркестр заиграл вальс. Бобров видел, как Свежевский, стоявший рядом с Ниной, тотчас же, без приглашения, обхватил ее талию, и они понеслись, быстро вертясь по площадке. Едва Нину оставил Свежевской, как к ней подбежал горный студент, за ним еще кто-то. Бобров танцевал плохо, да и не любил танцевать. Однако ему пришло в голову пригласить Нину на кадриль. Может быть, думал, он мне удастся улучшить минуту для объяснения. Он подошел к ней, когда она, только что сделав два тура, сидела и торопливо обмахивала веером пылавшее лицо. «Надеюсь, Нина Григорьевна, что вы оставили для меня одну кадриль». «Ах, боже мой, такая досада! У меня все кадрили разобраны», — ответила она, не глядя на него. «Неужели так скоро?» — спросил глухим голосом Бобров. «Ну да», — Нина нетерпеливо и насмешливо приподняла плечи. «Зачем же вы опоздали? Я еще в вагоне обещала все кадрили». «Вы, значит, совсем позабыли обо мне», — сказал он печально. Звук его голоса тронул Нину. Она нервно сложила и опять развернула веер, но не подняла глаз. «Вы сами виноваты. Почему вы не подошли?» «Но ведь я только для того и приехал на пикник, чтобы вас видеть. Неужели вы шутили со мной, Нина Григорьевна?» Она молчала в замешательстве, теребя веер. Ее выручил подлетевший к ней молодой инженер. Она быстро встала и, даже не обернувшись на Боброва, положила свою тонкую руку в длинной белой перчатке на плечо инженера. Андрей Ильич следил за нею глазами. «Сделав тур, она села, конечно, умышленно, — подумал Андрей Ильич, — на другом конце площадки. Она почти боялась его или стыдилась перед ним». Прежняя, давно знакомая, тупая и равнодушная тоска овладела Бобровым. Все лица стали казаться ему пошлыми, жалкими, почти комичными. Размеренные звуки музыки непрерывными глухими ударами отзывались в его голове, причиняя раздражающую боль. Но он еще не потерял надежды и старался утешить себя разными предположениями. «Не сердится ли она за то, что я не прислал ей букета? Или, может быть, ей просто не хочется танцевать с таким мешком, как я?» — догадался он. «Ну что же, она, пожалуй, и права, ведь для девушек эти пустяки так много значат. Разве не они составляют их радость и огорчение всю поэзию их жизни?» Когда стало смеркаться, вокруг павильона зажгли длинные цепи из разноцветных китайских фонарей. Но этого оказалось мало, площадка оставалась почти неосвещенную. Вдруг с обоих ее концов вспыхнули ослепительным голубоватым светом два электрические солнца, до сих пор тщательно замаскированные зеленью деревьев. Березы и грабы, окружавшие площадку, сразу выдвинулись вперед. Их неподвижные кудрявые ветви, ярко и фальшиво освещенные, стали похожи на театральную декорацию первого плана. За ними, окутанные в серо-зеленую мглу, слабо вырисовывались на совершенно черном небе круглые и зубчатые деревья чаще. Кузнечики в степи, незаглушаемая музыкой, кричали так странно, громко и дружно, что казалось, будто кричит только один кузнечик, но кричит отовсюду, и справа, и слева, и сверху. Бал длился, становясь все оживленнее, шумнее. Один танец следовал за другим, оркестр почти не отдыхал. Женщины, как от вина, опьянели от музыки и от сказочной обстановки вечера. Аромат их духов и разгоряченных тел странно смешивался с запахом степной полыни, увядающего листа лесной сырости и с отдаленным тонким запахом скошенной оттавы. Повсюду то медленно, то быстро колыхались веера, точно крылья красивых разноцветных птиц, собирающихся лететь. Громкий говор, смех, шарканье ног, а песок площадки сплетались в один монотонный и веселый гул, который вдруг с особенной силой вырывался вперед, когда музыка переставала играть. Бобров все время неотступно следил за Ниной. Раза два она чуть-чуть не задела его своим платьем, на него даже пахнуло ветром, когда она пронеслась мимо. Танцуя, она красивая, как будто беспомощно изгибала левую руку на плече своего кавалера и так склоняла голову, как будто бы хотела к этому плечу прислониться. Иногда мелькал край ее нижней белой кружевной юбки, развиваемой быстрым движением, и маленькая ножка в черном чулке с тонкой щиколоткой и крутым подъемом икры. Тогда Боброву становилось почему-то стыдно, и он чувствовал в душе злобу на всех, кто мог видеть Нину в эти моменты. Началась мазурка. Было уже около девяти часов. Нина, танцевавшая со Свежевским, воспользовалась тем временем, когда ее кавалер, дирижировавший мазуркой, устраивал какую-то сложную фигуру и побежала в уборную, легко и быстро скользя ногами в такт музыки и придерживая обеими руками распустившиеся волосы. Бобров, видевший это с другого конца площадки, тотчас же поспешил за нею следом и стал у дверей. Здесь было почти темно. Вся уборная маленькая дощатая комнатка, пристроенная сзади павильона, находилась в густой тени. Бобров решился дождаться Нины, и во что бы то ни стало заставить ее объясниться. Сердце его часто и больно било с пальца, которые он судорожно стискал, сделались влажными и холодными. Через пять минут Нина вышла. Бобров выднулся из тени и преградил ей дорогу. Нина слабо вскрикнула и отшатнулась. «Нина Григорьевна, за что вы меня так мучаете?» сказал Андрей Ильич, незаметно для себя складывая руки умоляющим жестом. «Разве вы не видите, как мне больно?» «Мам, вы забавляетесь моим горем. Вы смеетесь надо мной». «Я не понимаю, что вам нужно. Я и не думала смеяться над вами», ответила Нина упрямо и заносчиво. В ней проснулся дух ее семейства. «Нет», – уныло спросил Бобров. «Что же значит ваше сегодняшнее обращение со мной?» «Какое обращение?» «Вы холодны со мной, почти враждебны. Вы отворачиваетесь от меня. Вам даже самое присутствие мое на вечере неприятно. Мне решительно все равно. Это еще хуже. Я чувствую в вас какую-то непостижимую для меня и ужасную перемену. Но будьте же откровенны, Нина, будьте такой правдивой, какой я вас еще сегодня считал. Как бы ни была страшна истина, скажите ее. Лучше уж для вас и для меня сразу кончить. Что кончить? Я не понимаю вас». Бобров сжал руками виски, в которые лихорадочно билась кровь. «Нет, вы понимаете. Не притворяйтесь. Нам есть что кончить. У нас были нежные слова, почти граничившие с признанием. У нас были прекрасные минуты, соткавшие между нами какие-то нежные, тонкие узы». «Я знаю. Вы хотите сказать, что я заблуждаюсь. Может быть, может быть. Но разве не вы велели мне приехать на пикник, чтобы иметь возможность поговорить без посторонних?» Нине вдруг стало жаль его. «Да. Я просила вас приехать», – произнесла она, низко опустив голову. «Я хотела вам сказать, что нам надо проститься навсегда». Бобров покачнулся, точно его толкнули в грудь. Даже в темноте было заметно, как его лицо побледнело. «Проститься», – проговорил он, задыхаясь. «Нина Григорьевна, слово прощальное, тяжелое, горькое слово. Не говорите его. Я его должна сказать». «Должны?» «Да, должна. Это не моя воля». «Чья же?» Кто-то подходил к ним. Нина вгляделась в темноту и прошептала. «Вот чья?» Это была Анна Афанасьевна. Она подозрительно оглядела Боброва и Нину и взяла свою дочь за руку. «Зачем ты, Нина, убежала от танцев?» – сказала она тоном выговора. «Стала где-то в темноте. Болтаешь. Хорошее, нечего сказать, занятие. А я тебя ищи по всем закоулкам». «Вы, сударь», – обратилась она вдруг бранчиво и громко к Боброву. «Вы, сударь, если сами не умеете или не любите танцевать, то хоть барышням бы не мешали и не компрометировали бы их беседой тет-а-тет в темных углах. Она отошла и увлекла за собой Нину. «О, не беспокойтесь, сударыня, вашу барышню ничто не скомпрометирует», – закричал ей вдогонку Бобров и вдруг расхохотался таким странным, горьким смехом, что и мать, и дочь невольно обернулись. «Ну, не говорил я тебе, что это дурак и нахал», – дёрнула Анна Афанасьевна Нину за руку. «Ему хоть в глаза наплю, и он хохочет, утешается». «Сейчас будут дамы выбирать кавалеров», – прибавила она другим, более спокойным тоном. «Ступай и пригласи Квашнина». Он только что кончил играть. Видишь, стоит в дверях беседки. «Мама, да куда ж ему танцевать? Он уповорачивается на силу-на силу. А я тебе говорю, ступай. Он когда-то считался одним из лучших танцоров в Москве. Во всяком случае, ему будет приятно». Точно в далёком сером колыхающемся тумане видел Бобров, как Нина быстро перебежала всю площадку и, улыбающаяся, кокетливая, лёгкая, остановилась перед Квашниным, грациозно и просительно наклонив на бок голову. Василий Терентьевич слушал её слегка над ней, нагнувшись. Вдруг он расхохотался, отчего вся его огромная фигура затряслась и замотал отрицательно головою. Нина долго настаивала, потом вдруг сделала обиженное лицо и капризно повернулась, чтобы отойти. Но Квашнин с вовсе несвойственной ему живостью догнал её и, пожав плечами с таким видом, как будто бы хотел сказать «Ну уж ничего не поделаешь, надо баловать детей», протянул ей руку. Все танцующие остановились и с любопытством устремили глаза на новую пару. Зрелище Квашнина, танцующего Мазурку, обещало быть через...